Добрый вечер тем, кто только что присоединился к нашему сегодняшнему вечернему разговору о спорте. Напоминаю, что ведут для вас программу я, Михаил Якимов, и моя соведущая Вероника Иванова. А в гостях у нас Николай Кувикин, региональный представитель гонки героев в Новосибирске. Здравствуйте! Здравствуйте! И вот сегодня сразу первый же вопрос. У нас в городе уже в эту субботу, 22 мая, пройдет гонка героев, но немного в новом формате, в формате Urban, то есть предназначенная для того, чтобы провести ее в каких-то городских локациях. Там не будет 10-километровых забегов по пересеченной полместности. Да, да, это будут такие городские условия. Во-первых, они будут чистые, грязи не будет. Во-вторых, это будет трасса поменьше, чем обычно у нас в 10 километров. Это 3,5 километра будет на Михайловской набережной. И это как раз такой формат, когда кто-то, а, ленился доехать до полигона, и, б, боялся 10 километров. То есть тут уже все-таки поменьше трассы, поэтому это возможность испытать себя или, как минимум, хотя бы посмотреть и ознакомиться, что это такое. А вот запрос исключительно в этом был? Или все-таки какие-то испытания, ну, по-вашему, например, по вашей оценке оказывались очень сложными или нет? Ну, просто вспоминая прошлые годы, очень многие говорили, что в финале уже по канату, например, было сложно. И такой навык, например, как, ну, одно дело пробежать, другое дело забраться, канат уже совсем такой требующий навыка, момент. То есть вы просто исключили какие-то нюансы или... А забраться по грязному канату... Вообще невозможно. Вообще невозможно. Потому что я как-то забирался по чистому канату в туфлях и буквально в пиджаке. А вот по грязному канату так уже не получится. Поэтому тут вот, да, это исключили грязь, как один из противников, новых участников. И вот эту дистанцию, километраж, на самом деле она уже из опыта других регионов для нашего, для Новосибирска, для нашего города, это впервые такой формат. Но уже этот формат проверен Москвой и Краснодаром буквально несколькими выходными. Ранее мы провели в Краснодаре, да. И ни одного негативного отзыва. Всем всё понравилось. Потому что мы переживали, что будет слишком короткая дистанция, людям покажется этого мало. Будет ещё много энергии, как мы обычно видим на гонке героев. Мало таких, но такие есть. Но нет, все позитивные отзывы, поэтому мы и здесь ожидаем, что всем всё понравится. На каком этапе сейчас находится подготовка? То есть идёт монтаж, может быть, уже какие-то препятствия? Да, действительно, монтаж не просто идёт, он уже практически завершён. Вплоть до того, что завтра, в четверг, в 19.30 мы проводим открытую тренировку на набережной. И с доступом к некоторым препятствиям. То есть люди смогут себя проверить на препятствиях. Ну, то есть я так понимаю, что, значит, они не держатся в секрете. Может, вы нам тогда хотя бы раскроете небольшую завесу тайны, приоткроете, что там ждёт. То есть мы понимаем, что уже ров с водой отсутствует, естественно. Ну, только очень большая вода, да, это река. И то для красоты. Да, чем тогда компенсируете? Может быть, какие-то наоборот такие сухие, абсолютно чистые, но тоже интересные упражнения появляются. Может быть, что-то… Да, они сухие, чистые. Я бы охарактеризовал одним словом все препятствия – это рукоход. Это ходить на руках придётся много. Бегать меньше, 3,5 километра всего лишь, а на руках будет много. Много канатов, много рукоходов, колец. И названия у нас там всякие разные. Изощрялись, что вплоть до карьерного роста, вертикально вверх по канату быстро. Ну, и всякие рукоходы «Волна». Очень необычные такие стараемся мы делать препятствия, которые ты не встретишь во дворе. Несмотря в каком районе ты живёшь, такого не встретишь. Ну, а какие-то такие нюансы, да, знаем, там пролазили под боевые машины, да, там что-то такое. На гонке героев, которые на полигоне. На большой гонке героев. Ну, да, действительно пролазили под такими препятствиями, под машинами. Здесь машин не будет на набережной. Здесь будут исключительно препятствия, которые выстроены. И, ну, это такой формат всё-таки, если ты не знаком с гонкой героев, узнать, что это такое. Проверить себя. Это раз. А во-вторых, можно между делом, так сказать, жене. Я пошёл за молоком, доехал на метро, выскочил там 200 метров до первого препятствия, пробежался за часок и обратно. Заявляться надо заранее, да, я так понимаю, всё равно? Мы вплоть до дня мероприятия будет регистрация. Даже в день мероприятия мы уверены, что кто-нибудь заскочит, увидит эти препятствия, увидит вот эту всю эфирию и только скажет, да, я тоже хочу, и побежит зарегистрируется. И потом за молоком, как я говорю. Ну, я так понимаю, что это связано с тем, что сложно было, да, вот когда надо заранее, на полигоне, опять же, надо приехать туда, да, участников автоматически, наверное, чуть меньше, да? Минус один день, но у нас в стране самые большие показатели. У нас в городе очень любят гонку героев, и несмотря на удаление от города, полигона, там просто огромное количество людей, огромное количество машин, целый праздник спорта. И, ну, конечно, это минус один день, потому что пока доехать, расположиться здесь намного все ближе, поэтому мы ожидаем тоже, что это войдет в такую историю города, которая будет повторяться из года в год. А полный формат сохраняется? Конечно, в июле. В июле, просто позже. Да. А что касается выбора места, почему набережная? Там же все-таки такие променады, много асфальта, плитки. Почему не какой-нибудь парк, который был более пересеченной местностью, приближен к оригинальной гонке героев? Ну, потому что это городской формат, гонка героев урбан, и мы выбирали очень доступное место в центре. Но самое, наверное, такое доступное по протяженности, это остается у нас набережная. Мы очень много разных площадок рассмотрели, и набережная – это просто идеальное место для гонки. Ну, а вот что можете сказать тем, кто не придет посмотреть, а просто приедет сразу на гонку, какие, может быть, навыки потребуются? На что, не знаю, упор сделать на крайние тренировки перед гонкой? Мы знаем, что бегуны часто очень легко, атлеты участвуют, но вот они жалуются, что руки – это как раз их слабое место. Да, в этом плане очень классно себя чувствуют лыжники и биатлонисты, когда и руки, и ноги задействованы. Ну, на что? Я хочу сказать, надо приходить на бесплатные тренировки, как вы ранее упоминали тренировки, на наши тренировки Hero League Training. Они бесплатные, они проходят в разных локациях, и очень здорово, что много таких тренировок уже специализированных гонкам с препятствиями. А чувствуете вообще прирост людей в такое направление? Потому что еще, ну там, ладно, гонка героев появилась, но был какой-то вакуум, вот одно такое событие, бах, где-то и все. Сейчас уже местные гонки, да, есть там, сибирский предел, вот ваша гонка тоже модернизируется, развивается. Чувствуете ли приток? Или это все-таки больше пока приходится внедрять, так скажем, ну, ненасильственно? Ну, наверное, все-таки я позволю себе такую, возможно, какую-то некую надменность, что ли. Но мы тут законодатели мод, потому что мы первые пришли и первые раскачали и рассказали людям, что это такое. И мы до сих пор… Можно не делать вообще рекламу. Все равно будут продажи и будут участники. Но мы продолжаем, продолжаем и продолжаем рассказывать и большее количество людей погружать в это. И мы очень рады, что появляются местные мероприятия, которые готовят. И мы, на самом деле, у нас в кругу организаторов есть такая присказка, что все мы конкурируем не между собой, а все мы вместе конкурируем с диваном. И поэтому надо как можно чаще, как можно больше, как можно больше людей вовлекать в этот вид спорта, потому что они придут на одно хорошо организованное мероприятие, они пойдут на второе, третье, четвертое. И плохо, когда, если они придут столкнуться с плохо организованным мероприятием, тогда диван победит. Поэтому нужно объединяться, общаться и делать просто хорошее мероприятие. А вот еще интересно, Урбан этот формат сохраняет? Вот этот колорит, как на полигоне, какого-то военного все-таки такого прохождения? Все-таки гражданское, больше гражданское. Ну, это больше просто городское мероприятие, где ты можешь прийти с детьми. То есть тут не надо бояться выстрелов, не надо бояться техники. Тут такой урбанизм у нас. Тут город, тут смузи, кофе, кофеек, там очень много кофе продают. То есть жетонов там на выходе, не знаю, вот эти вот раскраски? Раскраски будут, ну, у нас будет триколор. Конечно, фанаты всегда могут себя раскрасить. И будут в любом случае жетоны, особенные просто. И будут манишки, как всегда, будет много классных фотографий. И много поводов для этих фотографий. Это интересный новый формат для того, чтобы как минимум посмотреть, но лучше поучаствовать. Про детей опять же. А будут ли снижены возрастные какие-то рамки? Нет, мы в этом году 18 плюс только рассматриваем. И детской гонки у нас не будет, будет только взрослая, так скажем, гонка. Ну и я правильно понимаю, что те, кто попробует городской формат, такой лайт, я так понимаю, все-таки версию, потом смогут в июле уже по полной программе, там как раз все будет как, ну, я не знаю, хардкор, да? Или хардкор тоже, в смысле, та полная версия гонки героев, она какие-то претерпит изменения. Я понимаю, что мы забегаем сильно вперед, но я думаю, тем, кто интересуется этой гонкой героев, будет и про ту интересную немного пару слов. Я бы все-таки рассматривал, ну, не делил бы так, хард или лайт, потому что это не урезанная версия все-таки гонки. Это просто другой формат. Он близко к дому, он чистый, и он без выстрелов, да? То есть без вооруженных сил, да, такого, и поэтому это другое прям мероприятие, но та гонка, которая классическая, так скажем, она будет, и она иная, потому что ты времени больше отдохнуть, ну, твоим ручком, когда ты бежишь ножками, а здесь времени будет мало. Но сам формат сохранится, вот как и в прошлые годы, я имею в виду, да, там сильных изменений не будет именно в той гонке, правильно? Только улучшения. Улучшения, ну, просто доработки, да, какие-то. Ну, гречка еще вкуснее, жетоны ярче. Я еще хотел спросить, все-таки вот мы часто слышали, что в России этот формат еще не так популярен в Россию, он недавно приходит в нашу страну, но чем-то же вдохновлялись, расскажите о каких-то примерах, где такие форматы, гонки с препятствиями уже очень популярны, просто хотелось бы понять, на кого равняйтесь, на кого ориентируйтесь, все равно надо же сравнивать себя с какими-то лидерами, идеалами, так скажем. Ну, вообще, у нас проект федеральный, он изначально появился в Москве, и наши вдохновители, ну, в принципе, идейные вдохновители, и ребята, кто стоит у истоков, насколько я слышал, они, это, там, 7 лет назад было, они вдохновлялись, ну, и Западом, и Азией, то есть, на самом деле, по всему миру бегают, и югом, потому что и в Австралии есть свои гонки подобные, и у наших соседей, Бизон Рейс есть в Белоруссии, гонка очень крутая, многие спортсмены туда катаются, катаются, и там, встают на полку, призовые места занимают, и таких мест, ну, и гонок достаточно, вот в Китае, там, они любят электричество еще пустить, ну, в общем, такие серьезные... Ну, там уже у них свои, да, особенности, поэтому... И гречка, наверное, острее намного, да, не с мясом, а с тараканчиком. Ну, наша гонка, она уникальна в мире тем, что именно гонка героев, которая классическая, которая на полигоне, потому что та поддержка от военных, которая идет именно, ну, именно помощь такого плеча в организации, техника, да, и весь этот антураж, он, конечно, невероятно создает впечатление, в том числе есть мировая организация, такая федерация по ОСР, ну, то есть по бегу с препятствиями, и президент этой федерации, он просто, мягко говоря, обалдел от того масштаба, который проходит в России, и потому что, ну, гонки проходят от Москвы до Камчатки, это очень серьезно, то есть такое, ну, ни одна страна не может этим похвастаться. Ну, да, если уж у нас берутся, то берутся как следует за дем. Продолжаем наш эфир, у микрофона Вероника Иванова, мой соведущий Михаил Якимов, и в гостях у вечернего разговора о спорте Николай Кувикин, региональный представитель гонки героев в Новосибирске, но поговорим мы не только о гонке героев, но и о таком интересном тоже спортивном мероприятии, как забег.рф. Николай, вот, собственно, уже, я так понимаю, вот-вот сам забег состоится, тоже уже можно регистрироваться. В чем изюминка этого бегового мероприятия? Расскажите, чем в этом году, может быть, он будет отличаться? Это беговое событие, но его изюминка, что это единовременный старт со всей страной, то есть в 13.00 стартует 21 километр, и в это же самое время стартует и Москва, и Камчатка. То есть, получается, Москва стартует в 9, а Камчатка в плюс 5, да, по-моему? Там даже и побольше еще. Да, и в общем, всей страной стартуем мы, и в этом вся фишка. Фишка Новосибирска в этом году, что, наконец, нам позволили увеличить трассу, и теперь мы бежим 4 круга. Где бежим еще раз, напомните. Бежим мы от площади Пименова, это от ГПНТБ, бежим по Кирово, бежим к Глобусу, забегаем на Каменскую, бежим потом до театра, оперы и балета, возвращаемся обратно. Ну и вот такой забег, я так понимаю, по абсолютно городским джунглям, практически как городской формат гонки героев. А, то есть, тут у нас, я так понимаю, не только 21 километр, можно пробежать поменьше, правильно? Конечно, да. Есть и 10 километров, и 5 километров, и 1 километр для тех, кто стесняется бежать большие дистанции или хочет попробовать себя. Но, в том числе, в первую очередь, конечно, это было для детей. Потом мы увидели, что это популярно среди взрослых, и открыли, собственно, для всех эту регистрацию. А есть формат, вот как, я, если ничего не путаю, как в прошлом году, когда были отменены очные соревнования, да, вот какой-то такой формат, пробежать, предъявить, что, да, я бегал, не знаю, на пробежке, но вот не могу в час дня стартовать, но хочу медальку там или какой-то сертификат участника. Есть такие форматы, формы? Ой, меня застали врасплох. Ну, онлайн, да, формат онлайн. То есть, вот в прошлом году мы проводили формат онлайн 2.0, когда мы выдавали стартовые пакеты, но потом человек сам по себе бежал, но в этом году у нас такое оффлайн мероприятие. Вроде бы есть на сайте формат онлайн, но, честно говоря, надо проверять, потому что мы так углубились в свое мероприятие, что про онлайн даже не думали. Ну, я так понимаю, что в этом году, конечно, все захотят выйти все-таки реально на улицу вместе со всеми, пробежать в этом приколное. Насколько активно идет заявочная кампания, напомню еще раз нашим радиослушателям, что стартует соревнование 30 мая в час дня. Ну, оно начинается раньше, мы в 10 утра открываем стартовый городок, и первый уже забег будет в 11.30, но именно 21 километр они будут стартовать в 13.00. Но до этого уже пройдут некоторые старты, потому что маршрут, несмотря на то, что он длинный, в некоторых местах узкий, и поэтому очень важно распределить вот эти массы наших бегунов. Так, насколько активно идет заявочная кампания сейчас? Ну, кампания идет активно, учитывая то, что у нас в этом году есть и Кемерово присоединился, то есть в этом году в оффлайн-режиме будет в Кемерово. Мы часто принимали у себя туристических таких гостей, спортсменов из Кемерово, в этом году они бегают у себя. И, несмотря на это, ну, участники есть. Пока на рекорд не идем, но впереди еще две недели. А какой рекорд в Новосибирске, если не секрет? У нас рекорд две с половиной тысячи участников. Сопоставимо с полумарафоном Раевича, в принципе. Там даже меньше, но там они ограничивают специально, чтобы... Ну, чтобы не растягивать. Да, чтобы не растягивать. Ну, да, внушительно довольно. Запрос есть. А вот этот маршрут, он чем обусловлен? Это место, где, ну, я не знаю, проще там организовать все это? Или именно эти улицы, не знаю, там подходят для мероприятий? Поскольку, ну, другие полумарафоны немного иначе, да, организуют? Просто интересно. Другие полумарафоны в Новосибирске? Это второй полумарафон Раевича. Ну, я так, чтобы лишнюю... Нет, нет, есть еще теперь весенний полумарафон. Он вот недавно прошел уже в Академгородке, да? Ну, Академ, да, другая локация. Другая локация, да, практически как другой город. Но у нас просто в Новосибирске вообще концепция забег РФ, что мы бежим по улицам и значимым местам города. И это, то есть это центр, то есть это какие-то знаковые строения для города. К сожалению, мы, ну, на сегодняшний день из-за там трамвайных путей на Серебренниковской не можем объединить дистанцию полумарафона Раевича и забег РФ. Хотя очень хотим, конечно, потому что это и театр оперы-балета, и дом с часами. Это очень, ну, важные, тоже такие значимые строения для города, которые хотелось бы показать всей стране, потому что наш партнер информационный матч ТВ, и он ведет трансляцию, и, конечно, будет отлично. Я просто вижу это уже. В будущем это неминуемо произойдет, когда бежит наш участник, и он пробегает и «Глобус», и театр оперы-балета, и забегает к правительству, и, в общем, по Красному проспекту, и возвращается обратно к ГПНТБ. Ну, то есть все не случайно. Все красоты Новосибирска, чтобы показать. Ну, и, наверное, еще осталось немножко спросить про борьбу с диваном. Как мотивируете, может быть, и вообще, я не знаю, может быть, какое-то напутствие тем, кто переживает, боится, что на гонке героев там, может быть, не добежит до конца, или здесь тоже. Такой блиц-ответ, потому что до конца эфира осталось буквально совсем чуть-чуть. Приходите, участвуйте, потому что вас поддержат ваши сокоманники. Если не сокоманники, то просто тот, кто бежит рядом с вами. Это 100%. Если не бегаете, бегите или идите за бег РФ 1 километр 30 мая, и все у вас будет хорошо. Ну что ж, большое спасибо. Напомню, сегодня у нас был Николай Кувикин. Спасибо нашему гостю, руководителю, региональному представителю гонки героев Новосибирске. Спасибо, Николай, что уделили время. Для вас этот эфир провели Михаил Якимов и... Вероника Иванова. Ну а с вами, уважаемые радиослушатели, мы услышимся через неделю, когда вновь наступит программа «Вечерний разговор о спорте». До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...